Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих. Сегодня, что же по судьбе в ноябре? Я всегда говорю, что судьбу мы создаем сами. Этот расклад имеется в виду, что же карты скажут вам, что произойдет в ноябре. Если вам что-то не нравится, вы всегда можете поменять. Сейчас стихия воды, знаки зодиака, рыбы, раки, скорпионы. Мои дорогие водички. Я сама водичка с акциндентом в близнецах. Поэтому вычисляйте свой акциндент и смотрите обе стихии для того, чтобы получить полную картину. Как всегда, в конце видео я выложу карту на исполнение желаний из моей колоды. И сегодня предсказание делаю на абсолютно новой колоде. Голоди, сори. Это Таро Музы. Тут немножко другие масти. Хотя Старший Аркан практически тоже самое. Все, что касается Старших Арканов, те же названия. А вот масти немножечко другие. Она очень красивая. Изначально она мне понравилась именно по внешне, именно картинке. А вот взяв ее в руки, поняла, что интересная колода. Очень интересная колода. Но опять же, все же еще зависит от вас, от вашей энергетики. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, улыбнитесь и похвалите себя. А я посмотрю, что ж судьба хочет вам предоставить в ноябре. Хороший, интересный месяц всегда, ноябрь. Холодно становится. Люблю лето. Всегда в ноябре думаю, боже, когда же уже следующее лето? Хотя зима только начинается. Ну что, готовы, мои дорогие? Рыбки, раки, скорпионы. Морские мои. Хотя бывают и речные. Водные. Ну что, давайте посмотрим. Я сделаю в этот раз предсказание немножко по-другому. Сейчас я начну с работы, карьеры, бизнеса. Потом я перейду к финансам, потом к отношениям, а потом к здоровью. Я здоровье редко охватываю, но я понимаю, я же всегда говорю, что я не врач. Я диагнозов не ставлю и лечение не назначаю, не отменяю. Я могу увидеть именно подход к этому и что же будет происходить. Это на сегодняшний день, если вы ничего не поменяете. Так что смотрим, что же будет происходить в работе, карьере, бизнесе в ноябре для стихии воды. События будут развиваться быстро. Вы придете к успеху. Все события, что будут, будут вас вести вперед и наверх. Если вы мечтаете поменять работу, значит, придут несколько предложений. Это будет не одно предложение, это будет несколько. И очень быстро вам надо будет действовать для того, чтобы устроиться на работу. Просто так события будут происходить, что вас это будет подталкивать быстро принимать решения, быстро действовать. Для тех, кто работает и ничего менять не собирается, на работе будут происходить какие-то события, которые будут призывать вас быстрее. Может быть, какие-то отчеты, может быть, какие-то проекты вы планируете. Все, что будет происходить, связанное с работой, карьерой и бизнесом, будет двигаться очень-очень быстро. Поэтому вам надо будет только успевать. Вот такой месяц будет для работы, карьеры и бизнеса. Так я больше ничего не вижу. Вижу только очень быстрые действия, очень быстрые перемены. Кстати, этих перемен вы ждали. И эти перемены будут именно на улучшение, чтобы не происходило до. Все перемены, которые будут происходить в ноябре, для вас они будут именно в сторону улучшения. Давайте теперь посмотрим финансы. Финансы в ноябре. Смотрите, в ноябре большого увеличения финансов я не вижу. Я вижу вашу работу над увеличением финансового поступления. По этой карте будут приходить ситуации, которые будут именно вести вас к увеличению дохода. Вот тут я в сочетании с первой картой, потому что финансы перекликаются с работой, карьерой и бизнесом. Это здравый смысл. То получается, что именно ваша работа, ваши быстрые действия, которые были сделаны, раньше будут вести вас к увеличению финансов. Именно в ноябре я не вижу какого-то скачка, но я и не вижу уменьшения финансов. Все будет, вот можно сказать, что да, усилий вы будете прилагать много, но именно результат этих усилий придет, скорее всего, не в ноябре. В ноябре у вас будет очень много именно какой-то подготовки. Вот. Теперь мы посмотрим. Отношения. Отношения. В отношениях у вас будет выбор. Для тех, у кого вы в отношениях, уже отношения будут продолжаться именно в том же, можно сказать, русле, точно такие же встречи, если это просто встречи, это будут такие же встречи, нет особых изменений. Единственное, что могу сказать, что может произойти такое, что может появиться у вас новый поклонник. Это для девочек и для мальчиков может появиться новая девочка, которой у вас появится интерес. И тут действительно придет к тому, что вам надо будет делать выбор или одна девочка или другая точно так же, или один мальчик, или другой. Я сейчас еще уточню эту карту, как, в чем же может быть ваш выбор, потому что предыдущие карты все было ясно, а тут мне интересно уточнить. Это вот один вышел парень, а этот парень, это мужчина, это мужчина старше сорока, и этого мужчину вы знаете. Дело в том, что для некоторых из вас это может быть еще и бывший. А так, это мужчина старше сорока, они шатены от светлого до темного, очень сдержанные, хотя это воздушные знаки, хотя это воздух, они порывистые. Поэтому, что получается, они сдерживаются, 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 потом их, они взрываются. Так вот, у вас будет выбор, вот один мужчина вышел. Получается, что выбор будет между кем-то или кого вы уже давно знаете, или кто-то из ваших бывших. Это вот для девочек, для мальчиков, видите, мальчики, пока что для вас ничего не вижу, или, может быть, для вас это не актуально, для тех мальчиков, которые смотрят мои видео. Да, у вас, не вижу новых знакомств, вижу выбор у вас в отношениях мальчика. У девочек тот же, тоже идет выбор, пока что вот один мужчина. Сейчас я еще посмотрю, что же еще за выбор, между кем. Осознание. И смотрите, это двое мужчин будет у вас, один мужчина из прошлого, с которым у вас, да, были отношения, но в какой-то момент эти отношения были прерваны по какой-то причине. Вот тут показывает, вот именно если говорить о том, что я здесь вижу, вы что-то осознали, и вы решили, или вы, или вы вдвоем, или мужчина решил, что надо прервать отношения, но на сегодняшний день он опять стучится в ваши двери. Ну и, конечно же, кто-то абсолютно новый, по этой карте это абсолютно новый человек. Вот тут я описание мужчины дать не могу, я могу только сказать, что человека вы не знаете, и он буквально в ближайшее время появится в вашей жизни. А это, знаете, такой мечтатель, мужчина-мечтатель, мужчина-романтик, мужчина, который даже смотрит на жизнь, знаете, как через розовые очки. С ним, конечно же, могу сказать, что вот если с этим вы, может быть, и знаете, как бы, что с ним делать, вот с этим, ну не совсем он прост, он кажется очень простым, он кажется, потому что вот так он общается, общаться с этим человеком будет легко, но он не так прост, как он кажется. Ну и тут я могу сказать, девочки, проявите осознанность, мудрость, ну и, конечно, это же ваш выбор. Выбор абсолютно ваш, это ваша жизнь, и кого бы вы, я хочу сказать, что если вы выберете мужчину из прошлого, то вот тут вам придется начинать все сначала, но начинать другим способом. Если вы хотите выбрать мужчину из прошлого, то тогда надо полностью освободить себя от всего, что было раньше, взглянуть на отношения, как на абсолютно новые отношения, и тогда я могу вам сказать, что что-то можно построить. И тут еще потому, сколько вышло старших арканов именно в сфере отношений, я могу вам сказать, что ваш выбор будет, за вашим выбором будут наблюдать высшие силы, и поэтому, если нужна какая-то помощь, вы всегда можете попросить высшие силы, ангелов, вселенную, ваше подсознание, ведь это же все одно и то же. Главное, подходите к этому всему осознанно и мудро. Все у вас получается, все у вас получится. Вы вот как бы, вы стоите, большинство из вас стоит в начале чего-то в отношениях. Если вы уже замужем, или вы, если вы уже замужем, или вы вот встречаетесь у вас с бойфренд, то все равно появится какой-то мужчина из прошлого и вызовет у вас мысли, и вот даже какое-то чувство, что, а может быть, начать сначала. Выбор, конечно, ваш. Если вы захотите начать сначала, оно тоже будет работать, но тут действительно начинать сначала надо осознанно и мудро. Ну и посмотрим еще, что же со здоровьем в ноябре по судьбе. Со здоровьем все будет здорово. В здоровье, если у вас нет никаких заболеваний, нет никаких симптомов, то, ну, смотрите, я всегда говорю, что все равно всегда надо следить за иммунной системой, за вашим состоянием, всегда надо отдыхать, всегда надо давать себе возможность расслабиться и дать организму отдохнуть. Но здесь по этой карте, это звезда, по звезде у вас будет прекрасное здоровье. И вот те, кто мечтают выздороветь, вот это долгожданное выздоровление до конца месяца, возможно. Ну, опять же, я всегда говорю, все равно нужен ваш настрой. Карты могут посоветовать, карты могут показать, но все равно все зависит от вашего настроя. Вот такой месяц ждет вас в ноябре. Вот, вернее, ну, судьба, вселенная показывают вам вот такие события. Принять, не принять, это ваш выбор. Я всегда говорю, выбор все равно ваш. Это все может быть советом и немножечко направлением. Ну, и, конечно, ну, как я всегда говорю, что я все равно всегда в раскладе говорю, как же ситуацию исправить, как же ситуацию изменить. Вот, и тут я вам тоже рассказала, что все, что нужно изменить. Ну, а теперь планируйте свои желания, ставьте свои цели, задавайте свои вопросы, ну, и посмотрим, что же моя колода скажет. Вы все знаете, что у меня, даже если выпадает карта «нет», слово «нет» не существует для желаний. Все можно, все может исполниться, все, всего можно достичь. Давайте посмотрим. Вы готовы? Вперед, вперед и только вперед. Я хочу сказать, потому что я вижу в сфере карьеры и, ну, работы карьеры, бизнеса и финансов, вам действительно нужно продолжать двигаться вперед. Знаете, тут я еще, вот, исходя из этой карты, я вижу ситуацию, что не останавливайтесь на полпути. Вы уже прошли больше половины пути. Для тех, кого интересует вот улучшение материального состояния, смена работы, улучшение бизнеса, не останавливайте, продолжайте методично работать. Кстати, я, ну, я же сама рыбка, поэтому для меня это очень-очень актуально. Иногда я же, как бы, каждый день снимаю видео, консультации и канал, и я всегда смотрю. Да, канал, конечно, растет, но иногда бывает такое вот, вдруг какая-то грустинка, мол, сколько же еще, мол, идти. И вот тут как раз вот это вот состояние и проигрывается у некоторых из вас, сколько же еще идти. А эта карта говорит, чтобы вы не останавливались и двигались, двигались и двигались, продолжали делать то, что вы делаете, и все у вас получится. Ну, тут я затронула сферу работы, карьеры, бизнеса. Все для других сфер, все точно так же. Не останавливайте ваше движение, двигайтесь вперед именно к счастливой жизни. Вот такой у нас ноябрь месяц. Я вообще желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния. Всего самого-самого лучшего, не только в ноябре, а по жизни. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока-пока.